Хотим работать! Начало этого рабочего дня сотрудники ЗКПД-4 запомнят надолго. На входе в предприятие лежат огромные блоки. На работу людей не пускают. Группа лиц с администрации завода закрыла вход в дверь отдела сбыта. Нам ведь нужно кормить семьи, нам нужно получать зарплату. Мы хотим кушать. Народ и создан, родился для того, чтобы получать деньги, зарабатывать и жить. Детей воспитывать, внучат воспитывать. Эта история тянется уже не первую неделю. Началось все с продажи имущества предприятия. Склад площадью 17 тысяч квадратных метров ушел с молотка за 85 тысяч рублей. Как говорит один из главных акционеров ООО ЗКПД-4 депозит Юрий Сарапушкин, с этой сделкой не все ладно. По преступному умыслу и втайне от всех акционеров фирмы фондовладельца было продано имущество, а проще говоря похищено. И все, а сейчас за то, что мы не хотим идти на поводу у этой группы лиц, нас не пускают на производство. Новые собственники подняли ежемесячную сумму аренды помещений с 70 тысяч до 3 миллионов рублей. Сумма неподъемная. Сейчас проданные здания обесточены. 250 человек не могут приступить к работе. Вот видите, они даже опечатывают. Номер один пишут для документов. Зайцев Андрей Алексеевич. Вот они опечатывают, хотя по условиям, допустим, охранной деятельности они не могут осуществлять. В опечатанных цехах простаивают продукции для продажи. Убытки за КПД-4 составляют уже более 30 миллионов рублей. На контакт с рабочими новые владельцы просто не идут. Наше руководство в данный момент ничего не может сделать, чтобы нас пустили. А со стороны новых владельцев никакой дополнительной информации у нас нет. Они с нами разговаривать вообще не хотят. Если уже с нашим руководством не будут, они хотят разговаривать. А зачем еще с ним, с рабочим разговаривать? Мы для них кто? Никто. По-русски говоря, быдло. Руководство завода еще в середине января подготовило несколько исков для проверки факта незаконной продажи активов. Сейчас идут разбирательства. Александр Быков, Объективно, ННТВ.